Картофель и морковь. Именно эти виды сельскохозяйственной продукции от местного производителя пополнят стабилизационный фонд областного центра. Товар планируется продавать в зимнем межсезонье на 19 коммунальных мини-рынках и рынке Табыс по ценам ниже рыночных. Уже началась закладка первой партии овощей. С качеством социально значимых товаров ознакомилась специальная комиссия по формированию стабфонда. Основным поставщиком продукции в стабфонд является крупное формирование в селе Пригородное и носящее созвучное название. Аграрии подчеркивают, что текущий год был сложным. Засуха внесла свою лепту. Как результат снизилась урожайность картофеля и овощей. Но в целом, как и в прошлые годы, формирование из пригородной зоны областного центра остается основным поставщиком продукции в стабфонд. Так только картофель представлен тремя сортами – Санте, Галла и Романа. Вся продукция качественная, экологически чистая, без нитратов и пестицидов. В этом году стабилизационный фонд закуплен у доисковой пригородной. Картофель в размере 1268 тонн и морковка 136 тонн. В связи с погодными условиями, сами знаете, лето было жаркое. У пригородного был неурожай по луку и капусте. Лук на сегодняшний день мы закупили в южных регионах порядка 300 тонн. Сегодня разгружается угон и будет на овощих хранилищах. Капуста будет с северных регионов завозиться. Еще планируется закупить масло подсолнечное. Это у нашего местного производителя «Октябрь Фудс» порядка 100 тонн. Ведем переговоры по сахару. Но по сахару сейчас то, что предлагают, цена неприемлемая, дорогая. Особое внимание при пополнении стабфонда уделяется качеству сельскохозяйственной продукции. Представители специальной комиссии по формированию стабилизационного фонда посетили овощехранилища, где хранится урожай 2021 года. Качество продукции оценили представители Национального центра экспертизы и сертификации. Мы первым делом проверяем сортовую частоту. Мы видим, что по ГОСТу положено до 90%, чтобы не менее 90% сортовая частота. Мы что-то все белые одного сорта. И будем проверять наличие болезни. То есть возьмем с разных точек бокса картофель и разрежем, посмотрим, что внутри. Сверху мы смотрим, чтобы не было болезни, чтобы паши не было, чтобы не было пятнистости. Так, проверяем, смотрим, что болезни нету никаких. Чистый картофель чистый. Отметим, что договор на поставку продукции был заключен с одним местным поставщиком овощей. В прошлом году их было три. Но одна из компаний прекратила выращивание картофеля. Со второй не договорились по стоимости закупа продукции. Преимуществом соглашения для фермеров является получение аванса на проведение весеннеполевых работ. Это порядка 60% от общей суммы закупа. На выделенные средства формирование закупают семена, горючие смазочные материалы. Таким образом ведется работа не только в направлении обеспечения продовольственной безопасности, но и в целом поддержки местных товаропроизводителей. Николай Сырбов, Азамат Сауханов, Телеканал Актюбе.